Ваши беседы с ним так. Да я хотел бы это самое. А книги вы высылаете свои? Да. А как бы это самое? Сколько у вас там их? Много, да? 38. Ой, ну это как бы так это. Ну немножко там хотя бы хоть пару. Сначала для начала. Ну, по пару. Я в принципе, я православный, я живу Тоже мы работаем в православном храме Ждет лиц. Так вы в Майлру... У вас страничка есть в моем мире? Майлру? Нет, у меня есть это. Ну, я там Не зарегистрирован. Я обычно вот так. Или по скайпу общаюсь. Ну, познакомлюсь с друзьями. Или в одноклассник. Если в Майлру вы страничку заведете, Кого-то попросите просто. И я тогда скину вам все данные. Что и как. Ага. Порядок получения, какой книг, какие книги. Ну, как все положено. У меня определенный здесь статус. Я вам скину туда, и вы тогда посмотрите. У меня такие тоже там вопросы. И такие там... Хорошо, давайте время, чтобы не тратить. Задавайте вопросы. Нет, я это как бы... Не готов еще вопросы задать. Просто надо выписать. И вот. И... Ну, просто как бы внутренние... Междуступительные все эти уже... Передряги достали. Как вот ролики смотрели, как вы сказали, что там... Женщины верховодят в храмах. Вот практически у нас тут в каждом храме, в Хабаровске, кошмар что творится. Мужиков практически нету. Я уже живу в деревне. Я при храме, и даже самое тут. Ну, человек пять таких нормальных. Вот я, да еще там... Пару-тройку такие работы делаю. А вот так. Как выклют. Знаете. Дай им Бога. А как трезвие мимо храма бегут, как чертопладано. И сколько вот не беседуешь, как бы... В Хабаровской центральной библиотеке, в областной, в Хабаровске городе, там все мои книги. Я в каждой библиотеке, где проехали, в 450 библиотек подарил полные комплекты. Так что вы можете пойти в центральную библиотеку и там попросить книги Лапкина и Игнатия. Ну, спасибо. Так и сделаем тогда. Да. А вот мы там это самое. Еще говорили, там смотрел, приглашаете людей. Ну, там, кто там, у кого проблемы там какие-то там бытовые. Тут есть женщина, она, не знаю, там что с мужем случилось. Она одна и двое детей. Вот она ищет все, как бы, ну, такие вот. Проглавная деревня, она, в принципе, не пьющая, не курящая, так, не гулящая, ну, такая степенная. Египет тоже так. Они крещеные, как бы, ну, так, в храм заходят сюда. Вот она все мается и ищет, как бы, это самое. А что она ищет? Ну, жилья нету. Ну, как бы, где-то... Вот, у нас нет. На новом месте, это мы с нуля с нуля строим деревню. Обязательно должны быть мужские руки, семья, желательно молодые, с детьми. И были средства, чтобы построиться. Ну, как, Хабаров, как строил-то? Ему кто? Когда он шел? Ну, понятно. Как ярмак, кто ему строил? Мы так же самое приезжаем, в первый участок лопатов скапываем, сажаем что-то, и постепенно человек поднимается. Это не подходит, это не наши клиенты. Понятно. Хорошо. А вот если молодые семьи, молодые семьи, вот, с детьми есть средства, то тут мы можем тогда говорить, чтобы было пять качеств. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы будем разговаривать. У нас храм, брат у меня протеерей. Вот, поэтому у нас все строго. У нас борода никто не бреет, все под поясами, с по старинным благочестим русским обычаям. Ну, я считал, слышал. Ну, считали, тем более. Конкретно у вас какие-то вопросы есть? По писанию, там, как это совместить с жизнью? Да у меня вот вопросы тут. Я тут вот штудеревал, искал все, ГОК и МОГОК, вот. Ну, там, и по интернету искал, там, ну, скидывал там кое-какие-такие. Алекции, ну, как бы, так я не нашел, что такое ГОК и кто такой МОГОК. Вот, ну, там идет. Это северные народы, как толкует архиепископ Андрей Кесарико-Подокийской. Есть предположение, что это полщища Советского Союза. Но это предположение, нам это дословно и знать не надо. Я хотел спросить, как вы на меня вышли? У вас откуда пароль-то был? А я просто в интернете, там, ну, по православным сайтам ходил и как-то попал на ролик. Ну, смотрю, и знаете, лапки, ну, что-то интересное. Ну, один ролик посмотрел, второй, третий, потом начал себе там скидывать. Паши такие там, ну, вот, насчет этого. Вот, я все хотел, ну, когда смотрел этого, как он-то, Александра Танинзорова, вроде, когда он там, ну, с попами тоже там беседу такие, меня так тоже возмутил он так, ну, в некоторых таких вопросах. И обидно стало, и больно, ну, просто, а как будто было ему туда крикнуть. Что-то замкнуло, остановилось. Пормознись, парень-то, ну, вот. Ну, вот я вот эти вот ролики сейчас скинул, тоже так просмотрел. Я 32 его выступления разбираю, 32, Низорова. Ну, я не все, где там, штук-нагогители только попали все. А что у вас глазок такой плохой? Глазок такой плохой, что у вас все расплывши-то? А я не знаю, это камера так. Ну, да, хоть маленько, вот так, ладно, так, вот так. Прямо совсем, знаете, как будто туманное, когда лицо не хотят показать, как в милицейских сводках. Ну, я сейчас это, как бы, на работе сижу в храме тут, это типа библиотеки тут у нас такая вот. А, вон, как это у вас, это не дома вы? Нет, это я, как бы... Значит, у нас уже вечер, пока. Ну, ладно, значит, так. Если у вас будет желание что-то узнать по священному писанию, может быть, у вас там со священниками есть хорошее отношение, вы тогда можете выйти, только хороший глазок, чтобы был скайп. Мы все это снимаем, у нас выставляется в интернете, чтобы вас это не смущало. Да у меня со священником, как бы, отношения так, ну, скажем так, натянутые, потому что, ну, есть такие там противоречия, понимаете, он там, причастник это делает, да? Да, я понимаю. Стоит в царских вратах и причащает. Вот такие вот эти, я говорю, а почему ты стоишь в царских вратах? У вас в Хабаровске есть 303-й военный госпиталь. Я когда был в армии, служил, это было в 61-м году, очевидно, и я там был у них. В то время положение было такое, Хрущев однажды сказал, у нас нет политзаключенных, а есть сумасшедшие. Вот генерал Григоренко, когда его сразу арестовали, психушку, и сразу повезли туда, узнали, что я молюсь, свидетельствовать начал другим, даже не имея Евангелия, сразу же арестовали и отвезли. И я в 303-м военном госпитале в прошлом году хотел оставить библиотеку их, но дело было в воскресный день, нам ждать нельзя было. Ни под каким видом ничего не могли сделать военные, никого нету, и я отошел. Я где был, я стараюсь везде оставить следы, отблагодарить, что меня Бог там сохранил. За мной мама даже приезжала вот с Алтая. Вот так, Хабаровск для меня это не чужой город. Я служил на Дальнем Востоке, на Камчатке, потом Николаевске, на Амуре. Я знаю Дальний Восток. У вас Хабаровский институт иностранных языков есть? Нет. Ну такие вот курсы там есть в некоторых институтах. Когда я служил, у меня положение было такое, у меня выводительная на год была. Я был техник, смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. Определял годность зданий. А занимался языками, разные языки изучал. И поэтому мне Хабаровск притягивал. Там в общежитие приезжаю, и мне там практика была. По изучению английского, немецкого, французского языков. Так что Хабаровск для меня это город с определенной тычкой, с воспоминаниями. Вы напишите себе на бумаге вопросы. Может быть у вас есть хороший товарищ, чтобы вы не один были. Какие-то вопросы, задачи, чтобы мне время зря не терять? Это встреча будет. Но вы узнали именно вход ко мне. Вот что удивительно. Вы, видимо, где-то увидели, что там не просто фамилия, а там цифра стоит. Какую цифру поставить? Нет. А как? Я просто нажал. На меня вот так бы не вышли. Нет, я на... Хабаровск зашел. Володя, а где тут добавить-то его? Нету? Ну это если он попросится. А? Если попросится. Если вы попроситесь, я вас добавлю тогда, чтобы вы тогда могли заходить. Вот посмотрите, по Москве, я в московское время буду называть, в 3 часа утра? 3. А по-вашему сколько это будет? 7 часов назад. Ну, вот назад у вас будет уже не 3, а 10. Вот с этого момента можно звонить 12 часов. Ну, по-нашему мы на 3 часа разнимся. И по-московскому до 17. До 17. Вот в это время можно мне звонить. А остальное время закрыто. Я уже... Своим занимаемся. Мы молимся и уходим, и... Все. Вот так. Если ничего нет, давайте прощаться. Пока. Ну все. Все хорошее. Спасибо вам. Спасибо, Христос. Вы на наш YouTube заходите? На наш YouTube. Ну, я смотрю там ролики ваши, которые... А сколько вы роликов посмотрели? Ой, да я не знаю, там всякие разные беседы там. Ну, где-то, ну, штук, наверное, 20-25. Так вот, вы зайдите, если... Я не знаю, куда вы заходите. Если наш канал, канал «Открытым оком» называется. Игнатий Латкин, «Открытым оком» название. Или «Восвете Библии». Запишите, чтобы не забыть. И вы будете в курсе всех наших дел. А я не забуду. У нас сайт. Вы просто зарядите в гугле или в Яндексе. Игнатий Латкин сайт. Или в форум. И выйдите на форум. Там несметное сокровище. Да. Спасибо, Даня. До свидания. Храни Господь. Все, отключайтесь. Вопросов нет. Еще сегодня. Напоследок. Удивительно. Но он все равно зашел ко мне. Он просто не знает или еще. Он не мог зайти. Без... Как называют это? Пароль или код, чтобы ему открыть-то. А не может стучаться. Вот сюда вот. В скайп скидывать. Стучиться. А зайти он не может. Пока я его не приму. А он оказался... Как будто я его принял. Мне надо теперь узнать, кто он. Записать. Давай-ка посмотрим, кто это ко мне пришел. В сети Хабаровск, Россия. Звонок от Шура. Ревва. Шура. И дальше Ревва. А там вверху тоже написано. Вверху тоже написано? Да. Ага, вон, Ашура, Ревва, вот где. Надо... Можно даже... Где он добавит его можно? Или попросятся когда? Ну, так, вижу, что мужик-то вроде вреда-то не принесет. Но мне хочется быть полезным для него. Ему книги-то зачем? Если он там... О, Сергей в сети. Сергей. Сергей.